В жизни каждого человека наступает период, когда он подводит свои жизненные итоги. И тогда, когда делаются уроки над ошибками, наступает мудрость. Обычно это приходит в почтенном возрасте. И тогда, оглядываясь на всю свою жизнь, приходит осознание того, сколько всего было сделано неправильно, насколько неразумно использовалось время, которое уже никогда не вернешь вспять. Психолог увидела в рассказах пожилых людей одну особенность. Это глубокий и точный вывод. И это именно то, на что стоит обратить внимание молодому поколению. О чем мы пожалеем в старости? Больше всего жалеть в старости мы будем не о том, что мало путешествовали, не о том, что мало уделяли внимания своему духовному развитию, и даже не о том, что плохо воспитывали своих детей, и не о том, что не посвятили себя искусству. Хотя, может быть, об этом и пожалеем, конечно. Так вот пишут некоторые психологи, которым еще далеко до старости. Психолог пообщалась со многими пожилыми людьми, которые были вполне в своем уме. Больше всего они сожалели о том, что позволяли себя нагло использовать. И терпели обиды, незаслуженные и подлые. «Почему я не могла ответить, когда меня начальник принуждал за троих работать?» – говорила одна дама. А другая вспоминала родственников, которые приезжали в гости в комнату, где она ютилась с двумя детьми и мужем, и жили в гостях неделями. А она все убирала, стирала, готовила и угощала, как положено. Хотя, кем такое положено? Кто-то терпел жестокость пьяницы мужа, кто-то нахальные требования совершенно посторонних людей, не из малодушья или трусости, а просто, чтобы никого не обидеть, не задеть, остаться в глазах потребителей добрым человеком. Вот об этом поголовно все жалели. И вслух размышляли, как бы сейчас, с высоты прожитых лет, они просто и спокойно отказали. Горячую воду давали раз в неделю. И к женщине с тремя детьми в этот день съезжали со стиркой вся родня. Ну и купались все, конечно. И у нее не оставалось времени постирать и искупать детей. И в 90 лет она с горечью и недоумением об этом вспоминала. Не о том, почему так поступали родственники, а о том, почему она не нашла слов для отказа. Ей было очень обидно. Вот о чем мы точно будем жалеть. О бесцельно и бездарно потраченном времени. Об усилиях и жертвах. О добровольном рабстве. О ненужном терпении, которое никто не ценил. Так что терпеть лишнее не надо. Тогда останутся силы и время и для путешествий, и для детей, и для внуков, и для искусства. И здоровье останется. А горечи в душе не будет. Надо просто учиться говорить «нет». И все. Или просто игнорировать нахальные просьбы, посвятив себя искусству, путешествиям или отдыху. Или воспитанию детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова